Всем привет! Днепр на связи, 14 июня, 12.40. Ну что, друзья, прошла очередная ночь, крайне неспокойная, да, в принципе, и утро особым спокойствием не отмечалось, с рядом тревог и событий. Давайте по порядку, что же у нас происходило. Ну, собственно, как в предыдущем видео я рассказывал, прозвучали в районе полуфторого взрывы в Запорожье, после чего им в некоторых районах начались перебои со светом, с водой. Затем новые взрывы звучали уже в 2.14. В общем, в Запорожье было этой ночью очень и очень громко. И в полвосьмого утра мы получили официальный комментарий от главы областной военной администрации Запорожской области. Он указал о том, что взрывы, которые были слышны в Запорожье, был атакован Запорожский район, то есть пригород Запорожья. Ракеты попали в открытое пространство. Информация о пострадавших и разрушениях не приходила. Ну, то есть куда-то в пустырь попали ракеты, а все остальное, что происходило, это не совсем приятное стечение обстоятельств. Видимо, как-то так это должно звучать. Что еще, друзья? Глава областной военной администрации уже нашей области Сергей Лысак рассказал о том, что 5 шахедов были сбиты этой ночью в Непропетровской области, 2 в Каменском районе и по одному в Днепровском, Синельниковском и Криворожском районах. При этом также он указал, что по Никополю вновь и ночью, и утром выпускались дроны Камикадзе, люди не пострадали. Ну, это самое главное. Что еще, друзья? Евлаш, в принципе, подсчитал. Был пуск ракет. Утром ракеты шли в сторону западной части нашей страны. В принципе, вновь была атакована Хмельницкая область, Старкон. Там шла работа и по беспилотникам, также и ракеты. Часть из них была направлена именно туда. Что нам рассказал Евлаш? Он сказал, что этой ночью было 17 беспилотников. Все 17 были сбиты. И было сбито 7 из 14 ракет. Сбить не удалось 3 крылатых ракеты Х-101, 3 баллистические ракеты Искандер-М, предварительно именно они били по Запорожью, и 1 ракета Кинжал. Кинжал не сбили. Вот такие, друзья, дела. Ну, при этом, во время тревоги еще в пол-одиннадцатого вновь были слышны взрывы, был взлет МИХ, и сообщалось о пуске еще ракет Кинжал в сторону той же Хмельницкой области Старкона. При этом взрывы были слышны и в Киевской области, сообщали о работе ПВО. Ну, вы знаете, даже в случае успешной работы ПВО, ой, какие хлопот все это дело могло доставить. Третий день, да, уже какой, до сих пор пожар на предприятии в Киевской области никак не могут с него побороть. Очень сильно горит. В общем, там до сих пор, вот после падения обломков, как сказали, вот такой вот сильный пожар. Ну, в принципе, такие, друзья, дела. Такая обстановка на данный момент тихо, без воздушной тревоги. Вам желаю хорошего дня. Спасибо, что живой, как говорится. Пережили очередную ночь. Ну, посмотрим, что этот день нам принесет. Надеюсь, хоть что-то хорошее, слишком много негатива, немножечко уже как-то, да, и задолбалось. Я думаю, что вы разделяете это мнение со мной. И напоследок, опять же, добрые дела, позитивная нота. Хочу выразить огромную благодарность для Любы Бартули. Ударение, надеюсь, правильно. Если неправильно, то простите. В общем, Трир, Германия, получил. На PayPal человек перевел два перевода. Один для моих нужд, один для нашего поплавка. Огромное спасибо. Получил. Все это дело есть. Так что подтверждают, что многие переводят. Затем спрашивают, было, не было. То есть, в принципе, все, друзья, что переходило, все есть. Вот такие дела. Огромное, огромное. Всем, всем, всем. Спасибо, спасибо, спасибо. Я три раза, я три раза, я три раза. Не повторяю, не повторяю, не повторяю. Ну, в общем, вы поняли. И сегодня, возможно, будет стрим с рыбалки. Кому это интересно, друзья, напоминаю, что у меня есть еще и рыболовный канал. И, наверное, стрим сегодня будет с него. Так что, мониторьте. Ну, я, может, в следующем видео, там, ухожу более точное время. Ну, и банда отталкивается от того, что стрим будет на канале по рыбалке. Все, всем спасибо. До нового выхода на связь.